Всем привет, с вами Аурам и я, блин, готов 10 тысяч долларов был бы поставить еще пару месяцев назад, если бы кто-то мне предложил пари на тему того, пригласят ли когда-нибудь суперселлы меня к себе в гости. И, блин, если бы я тогда поставил 10к, я бы был в минусе на 10к. Так, ребят, ну правда, хотите верьте, хотите нет, но я офигеваю по сейчас. На данный момент времени я прилетел в Хельсинки буквально пару часов назад, здесь за окном уже темно, и, блин, я в шоке. Я никогда бы не мог подумать, что разработчики меня пригласят к себе в гости. И помните, я даже, когда в Юбисофт летал, в Лондон, все дела, я тогда еще в видосе говорил, что давайте гоу, поддержите меня, я за свои бабки уже готов поехать к суперселлу, чтобы офис их поглядеть. Но тут, буквально 2-3 недели назад, мне приходит приглашение от суперселла. У меня улыбка вот такая, знаете, дебильная, такая даунская, она не сходила дня два. Я, к сожалению, вам не мог раньше об этом рассказать, там все, не разглашение, бла-бла-бла, но я просто в шоке. Я шокирован, я реально не понимаю, почему за 4 года, во-первых, впервые, а во-вторых, почему вообще это произошло, я не верю и не понимаю. И это единственное, что я решил не вырезать из вступления. Я назаписывал там минут 30 диалогов формата, я в шоке, я в шоке, я в шоке, что я здесь, что я в Хельсинки. Но и плюс еще информацию, которую вы уже неоднократно видели и слышали в видосах, типа открытие кейсов от суперселл, на стримах от суперселл. Поэтому я решил мне повторяться и давайте я попробую вкратце рассказать вам хронологию событий и те небольшие забавные события, которые происходили до попадания в офис суперселл. Но перед началом прямо сейчас поставьте этому видео лайк, поделитесь им с друзьями, потому что это впервые в истории, когда русскоязычный ютубер попадает в офис суперселл. Долетел я в целом хорошо, погода была отличная, нигде мы не задерживались, все, короче, на высшем уровне, кроме одного небольшого нюанса. Что это, блин, такое? Может я чего-то не знаю? Может это каждого в самолете сейчас шлемы выдают? И вообще вопрос глобальный, это ему что, как-то поможет? Или он что-то знает? Кто в курсе, напишите в комментариях. Это очень сильно меня рассмешило. В аэропорту города Хельсинки меня встретил водитель и... нет, не как ожидалось с табличкой, фамилией, именем, а с гемом. Просто большой гем, с чего мы с ним и поугарали, потому что он был не в теме, что это за гем. Ему сказали, вот гем, к вам подойдет чувак и поймет, что это значит. И да, естественно, я понял, что это значит, но он просто от балды, он тупо не понимал кто, что, где, когда. И больше, скажу я вам, самое смешное, что у этого водителя машина представительского класса, но на крыше таксистская шашечка. И выглядит она примерно вот так. Да, зрение вас не подводит. Это маленькая фиговинка кусочек лего, на котором по-фински написано такси. И это все дело присобачено клеем крыши. Ребята, оставлю это интригой. Пишите в комментариях, как думаете, что это и зачем это. Правильный ответ одарю лайкосом. Привет, привет. Двигаемся в офисе Берселла. Сзади меня куча ютуберов. Впереди меня куча ютуберов. Возможно, впереди вы видите такой большой гем. Как вы понимаете, здесь все в этих гемах. Если мы видим гем, значит нам сюда. Уверен, переводить нет нужды. И тот розовый, в прямом смысле розовый, как вы видели, сказал, что он с Индонезии. Другой же чувак говорит, я с Лондона. И говорит, нас с Англии тут очень мало, поэтому мы должны быть сильными. Я такой сразу подумал, ты че роблишь с меня? Мне кажется, я здесь вообще единственный человек, который на кириллице читает. Такое впечатление здесь складывается, что начиная с русско-финской войны с 40-х годов, здесь вообще ни одного русскоязычного не было. А он мне говорит, нас, англичан, здесь мало, поэтому мы должны держаться вместе, должны быть сильными. Мало, наверное, человек 10, блядь. Митросян просто. Как я скажу «hello» в русском? Привет! Всем привет! Привет! Всем привет! Всем привет! Давайте посмотрим. О, кириллице. Все, ребят, я внутри. Давайте смотреть, что здесь вокруг. Блин, на самом деле меня переполняют эмоции. Еще раз, 4 года я в это мечтал, чтобы сюда попасть. И вот я здесь. Вот там сзади меня сцена. Я сейчас все намного ближе вам покажу. Но это просто awesome! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Что случилось? Так что, я очень рада за субтитры Алексею Дубровскому! Мы ждали очень много времени. Да, мы ждали немного, но мы наконец-то здесь. Привет, ребята! Как дела? Как дела? У нас есть много весел, ты очень рада? Да, это было очень круто! Ты играешь в турнире Браул Старской области? Да, конечно! Кто ваш любимый Браул Старской? Кто ваш браулер? Я думаю, что в этот момент все любят Лион. Лион? Я открыл 200 баксов, я не получил его! Нет! Нет, я его не получил! Но Фрэнк – это мой джем сейчас! Не уверен, как правильно звучит название его должности, но уверен, многие из вас видели этого чувака. Он комментирует различные турниры, он появляется в официальных роликах про Clash Royale. И знаете, из всех людей, которых я лицезрел на Ютубе до этого момента, то есть до поездки в Хельсинки, он оказался самым жизнерадостным и очень сильно похожим на того типа, которого я видел в Ютубе. Все остальные были немножечко другие. Но вот он действительно невероятно харизматичный и веселый парень. Респект тебе, бро! Тусня в офисе Supercell делилась на два дня. Второй день – это релиз. Первый день – это знакомство между собой, знакомство с разработчиками. И, конечно же, презентации. Презентации были от представителей каждой игры, сделанной Supercell. За исключением Хэйдэй. Вот серьезно, то ли Хэйдэй вообще не было, и они на нее просто бол положили, то ли я пропустил, но по всем остальным играм было. И начал эти презентации, эту серию презентаций, я бы сказал, начал Райан, который, во-первых, сказал огромное благодарочка всем за то, что так долго терпели нас. И теперь мы уже вот-вот готовы сделать глобальный релиз Brawl Stars. После него на сцену вышел Илка, и вы понимаете, да, это тот самый неловкий момент, когда я провтыкал взять у него амтограф и интервью. В своем выступлении он много говорил о том, что Supercell – маленькая компания, всегда такой была, всегда такой останется. О том, как много они работают, как любят своих сотрудников, как любят своих игроков. Ну что, как вы понимаете, немножко не точно. Он не говорил, что они, например, любят деньги очень сильно. Этого всего не было, нет. Также рассказал, что характерно для Supercell – это стопроцентный выпуск бестселлеров. То есть, если они выпускают игру, если делают глобал релиз, все это по-любому бестселлер. И так было типа со всеми играми, так будет и с Brawl Stars. И рассказал, опять же, точнее напомнил, сколько игр они уже до этого заколбасили, то есть уничтожили. Их оказалось очень-очень много. Помимо прочего, намекнул, что Brawl Stars – не последняя игра от Supercell. Так что будем предвкушать. Но больше никаких намеков не было. Ну и грустный нюанс лично для меня, как вы понимаете, это то, что как только он ушел со сцены, больше я его не видел. Хотя рассчитывал, очень сильно рассчитывал взять у него интервью на следующий день. Доклад по игре Clash of Clans интересовал меня не очень сильно, но поразил момент, когда чувак, рассказывавший о том о сём, уточнил, что в 2019 году будет проведен глобальный турнир по игре Clash of Clans от разработчиков с общим призовым фондом в 1 миллион долларов. Это реально, ну как бы, очень круто. Мы все немножечко подофигели. И уверен, что те зрители, которые меня сейчас смотрят и по-прежнему играют в игру Clash of Clans, тоже в шоке. Подробности сейчас я никакие разглашать не могу. Всё узнаете после Нового года. Ждите. Презентация же по игре Clash Royale, как вы понимаете, намного больше меня заинтересовала. И, в принципе, в ней были интересные моменты. Ну, например, показали, как работает команда Supercell. То есть схематично изобразили, что за люди, откуда они. Всё равно нифига не понятно, но было в целом интересно. Помимо этого ещё и показали те карты, которые были спроектированы, но в игру не вошли. Возможно, я даже запилю отдельный ролик на эту тему. Также было много полемики на тему, почему разработчики принимают те или иные решения. Почему большинство игроков и сообщества не понимают их решения. И эта тема тоже для совсем другого видоса. Потому что мне много чего есть здесь возразить на ту информацию, которую я получил. Но если в двух словах этот чувак говорит, что разрабы лучше знают. Потому что у них есть статистика. И когда выходит какое-то обновление, то оно очень сильно продумано. С чем я, естественно, вообще абсолютно не согласен. Поэтому как-нибудь в другой раз мы ещё на эту тему пообщаемся с вами. Обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За моей спиной только что созданный персонаж. Короче, чувака фоткают, либо он присылает фотографию. И с него делают, типа, перса. Я не знаю, я постараюсь тоже, чтобы с моего сделали. Не уверен, что получится. Желающих здесь нереально много. Но смотрите, за моей спиной это все, типа, ютуберы. Я не представляю, откуда здесь только взялось. Здесь такое невероятное большое количество людей, что просто трэш. Ребят, смотрите, что у меня есть. Это пока оно единственное и уникальное. Другой такой нет. Это реально очень круто. Напишите в комментариях, стоит ли её разыграть. Пока я не хочу с ней расставаться. Но всё же, если вы очень сильно хотите, то let's go. Привет! Привет! Как дела? Меня зовут Джозеф. Напишите, кто знает Гацана в комментариях. Реально, это крутой чувак. Я помню его слышу в Клэнсе, когда у меня было 5000 подписчиков. Хэви Мэттл. Хэви Мэттл. Хэви Мэттл. Покурил. Очень сильно хотелось сделать стрим, но пока у нас не получается. Ребята что-то там говорят на финском, причём даже не на английском. Не особо сильно получается что-то сделать, но я очень сильно надеюсь, что сегодня будет стрим. Здесь все есть, аппаратура, микрофоны, все, короче, круто Единственное, что мы не можем сделать, это вывести картинку Brawl Stars на экран И это, в принципе, все Если бы мы смогли это сделать, было бы вообще офигительно классно Ну, короче, как получится, ребята А получилось все очень даже неплохо Мне удалось постримить полчаса Кто был на стриме, палец вверх Это было классно, это был прикольный экспириенс К сожалению, только полчаса, потому что все было по записи После меня сразу же прибежали ребята, которые тоже стримили Но атмосфера прикольная Легендарное пека-кафе прямо внутри офиса Суперселла Класс Так, ребят, первый день не со всеми еще пообщался Точнее, даже можно сказать, вообще почти ни с кем не общался Блин, я такая большая стесняха На самом деле, мне реально очень лениво и впадло подходить к новым людям, знакомиться Вот, но обещаю, в день релиза, это завтра Буду обязательно подходить к тем людям, о которых вы пишете То есть, это Илка, Райан, другие ютуберы Обязательно подойду, с каждым пообщаюсь Поэтому, короче, пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в кадре моей аурум-камеры Вот, обязательно буду с ними разговаривать На сегодня день, в принципе, в общем-то закончен Было, правда, круто То есть, ну, я не знаю, естественно, я все не снял Но были сторис в инстаграме, было очень много всего разного Поэтому завтра будет еще круче На данный момент времени не уверен, вмещу это все в один видос Или все-таки будут два дня два видоса Но, надеюсь, вам понравилось, поэтому подписывайтесь на канал Я говорю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки По той простой причине, что думал делать два влога Первый день, второй день, но не сложилось И это все вы увидите в этом видосе Тем лучше для вас, я думаю Дальше мы готовились идти домой покушать Ну, домой, в смысле, в отель покушать Там ложиться спать Но на выходе меня ждал офигительный сюрприз в виде кейсов Открытие которых я показывал уже на своем канале Потому что прям в Хельсинки я не спал до двух часов ночи И монтировал, как я открывал эти чемоданчики Кто не видел, посмотрите, найдите на канале Ссылку, может, даже оставлю в описании Это было круто, эмоционально Суперсел ван лав Итак, начался второй день Мы стоим сейчас уже на этаже Суперсел Возле лифта, куча людей, дышать нечем Нас почему-то не пускают Наверное, что-то такое особенное готовят Я фиг знаю В общем, как и обещал, сегодня постараюсь взять интервью у Юки Сфоткаться с ним и пообщаться более подробнее Более детальнее с разработчиком Посмотрим, что у меня с этого получится Поменялись декорации И к релизу уже почти все готово Как сказали разработчики, по идее Мы должны нажимать какие-то спешл-кнопки То есть у каждой страны будет кнопка глобального лаунча Надеюсь, что так оно и будет И надеюсь, что в России релизнули не для того, чтобы я не нажимал кнопку Ну а как там будет, давайте смотреть Перед началом глобальных запусков игры Brawl Stars по всем странам мира На сцену вышел чувак, который поведал, ну как минимум, две крутых фишки О которых я ранее не знал Первая Разработка игры Brawl Stars была начата 4 года назад 4, Карл То есть это прям действительно давным-давно То есть задумайтесь Возможно сейчас Суперселлы разрабатывают какую-то суперкрутую игру Которую презентуют через годик, через два И мы все с вами ахнем Вторая Довольно забавная и интересная фишка Заключалась в том, что изначально игра Brawl Stars задумывалась как космический шутер Сложно это представить Но это так В общем сейчас по идее люди должны быть по очереди выходить и нажимать эту кнопочку Вот еще чуваки На самом деле вообще очень сильно весело И еще раз, я не понимаю, дадут ли мне возможность нажать на эту кнопку Он сказал, что не вернуться через несколько часов Скорее всего будет поэтапный запуск То есть сейчас вот запустилась все страны, которые запустилась Я прям искренне не уверен, что я смогу нажать эту кнопку Хотя это не так уж и важно, но правда действительно довольно интересно Но судя по всему я пока не вижу Хотя блин С другой стороны смотрите Россия, да, вот запускается, появляется дочка Это значит, что Россия запускается Глоба! 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 Спин! Спин! Субтитры делал DimaTorzok Итак, что здесь происходило? Смотрите, два часа назад запустились такие страны, как Таджикистан, Япония, Индонезия Короче, вся, по сути, Восточная Азия То есть полностью вся Но без России Потому что считается, что Россия запускалась неделю назад Поэтому глобального запуска в России как бы типа не будет Это исторично Ну, чисто как не исторично Это символичная история, да? Но все же мне как бы хотелось поприсутствовать на сцене Как другие ребята это делали И нажать на кнопочку запуск Это просто символ, это ничего не значит Но мне хотелось бы Вот, во второй волне тоже России не было Но зато была Молдова, Украина, еще куча стран И, естественно, я сказал, что окей Я бы хотел тоже поприсутствовать И вариантов уже не было Потому что они, короче, каждый раз на сцену звали разных ребят То есть буквально по 3-4-5 человек Ну, среди них своего имени, естественно, я не услышал Поэтому типа напросился сам Ну и, в общем-то, меня можно увидеть с краешку вот так вот на сцене Поэтому символично я запускал Молдову, Украину и остальные европейские страны Это, конечно, классно Но моя паранойя, конечно, меня доконает Потому что я сделал фоточки Например, когда Россия, по сути, вся уже горит и светится То Канада, по факту, не горит Хотя Канада тоже является Точнее, находится в списке soft-launched стран Поэтому, ну, опять же, будем считать, что это паранойя Я ничего плохого не хочу сказать Возможно, я что-то просто, как всегда, недопонимаю Ребят, выводы делайте сами Если вообще что-то поняли из того, что я только что говорил Здравствуйте, меня зовут Ауром Я из Украины, но я русский-ютубер И ты, как пациентный гоблин, ты, я думаю, знаменитый игрок В России И я хочу спросить вам несколько вопросов Например, кто вы считаете лучший игрок в мире в Клэш-Райле? Как вы считаете? Я думаю, что это очень сложно сказать Да, я понимаю Топ-3 Моя личная оппония? Да, да, твоя личная оппония? Наверное, Микан Буя Я думаю, что Элсиоп Чинский игрок Да, да Может быть, Буфмак Хорошо Как вы думаете, почему популярность в Клэш-Райле сейчас И сейчас Как вы думаете, что это произошло? Как вы думаете? Я думаю, что не было много новостей Поскольку игрок это все равно С теми же И для того же меда Себя Я не любил в меда Что производитель нужно сделать, чтобы сделать Клэш-Райле Да, я думаю, что они уже делают хорошую работу с Глобальным турниром, я люблю это, я думаю, что это хорошо. Может быть, больше новостей, больше интересных соревнований, больше турниров, я думаю, что это важно. Да, это хорошо. Вы играли в Brawl Stars для того же уровня, как в Clash Royale? Я думаю, я не знаю, может быть, я просто играю для весны, и может быть, как в Clash Royale, я вкладываю и играю для весны. И я получился очень хорошим, может быть, в Brawl Stars я могу сделать то же самое. Да, давайте посмотрим. Спасибо большое. Вы можете сказать несколько слов в России? Да, конечно, но что? Что ты знаешь в России? Мои слова в России? Привет, спасибо, и я тебе люблю. О, это круто, круто. Спасибо, спасибо. Вы вовремя. Вы вовремя. И потом все выступали, как, мы просто вернемся, когда это закончится. Я думаю, что нет, 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 нет. Ты уже показываешь. Вы показываете. В целом, денек сегодня действительно не такой активный, как вчера, не могу сказать, что прям супер скучно, но, чтобы вы понимали, между вот этими глобальными лаунчами, где запускают кучу стран, проходит примерно два часа. Не знаю, зачем это так сделано, ведь запуски по-любому символичные, и начиная с 12 декабря абсолютно все страны смогут играть в Brawl Stars, но все же в промежутке этих двух часов люди уже скучают. Потому что все давно с друг другом переобщались, все наснимали все, что только могли. Представителей игр здесь нету, то есть здесь нету ни разработчиков, здесь нету ни инки, то есть, в принципе, сейчас уже все отсутствуют, поэтому фиг знает. Ну, посмотрим, еще впереди вечеринка, да и в любом случае, даже вот такого безделия в офисе Supercell все равно приятно, потому что, ну, в любом случае, это не дом безделия, а в офисе Supercell круто. Так, прямо сейчас начинается турнир между ютуберами, смотрите, все уже расселись. Схема турнира, схема проведения турнира вообще довольно странная, но я постараюсь что-то для вас записывать. Ну, короче, меня ждет очень потные катки. Винер тим! Винер тим! Винер тим! Кул! Пожалуйста, идите на табле 9. Смотрите, что ваша команда тебя потеряет. Ну, что, ребят, первую каточку мы успешно проиграли с дикими фризами, серьезно, то есть вы наверняка видели эту историю, то есть у меня было два фриза, причем без значка Wi-Fi, просто жесткий фриз. Причем играли с юваками, которые абсолютно стопудово могли выигрывать. Не знаю, почему не получилось, но так бывает. Причем играли с юваками. Угу. Угу. Немного секунду! О, Господи! Мы уничтожили бомбу и улучшили его. Один маленький шанс, который они получили. Просто невероятная кокотная каточка с азиатами. Это было просто нереально. Поэтому, окей, продолжаем играть сейчас. Но пока, к сожалению, мы, естественно, проигрываем. Опять же, у чуваков, с которыми я играю, у одного 2 тысячи кубасов, у второго 3 тысячи кубасов. У меня 6 500. Всё, мне пора закончить. МУЗЫКАит... Я весеный! Это инициативу, два. Они победят! У трех hunger! Это их turn blev на護. Они пытались учить письм, боялась бегают с грибомом minimum, но сейчас с 8 минут на минутку покол perdre! Красивый земля? Едино? Эти илии? Эти письм и Persмаг. Так же, они получили ammo, только вмешательное, первая чудеса. Сел enlargar ошибся. Вау! Какой игрок! Это было на уровне спортсменов игр, ребята! Ну, опять же, у него нет опыта игры, я думаю, что он вообще не играл. Очень плотная катка была с китайцами, с кем еще. Последнюю катку мы затащили просто офигенно, я еще не знаю, стремилось это или нет, но, блин, обратите внимание, как села девушка и просто закрыла комментаторов. Я не знал, что наша катка будет транслироваться, поэтому такая история. Вообще, мне очень понравилось. Турниры по Brawl Stars имеют право на жизнь, причем разные карты. Я посмотрел, как это все делается. Круто! Будем мутить что-то подобное. Вау! Прямо-новые iPad Pro для бушкэмперов. Пожалуйста, попросите на сцену, у нас также есть подарок для вас. В 2-м месте мы получим смарт-хедсет от Sennheiser. Большой ряду аплодисментов для всех наших архивейцев! Если честно, я таким призом немного подофигел. Если бы вообще никто не знал, какой будет приз на самом деле. Поэтому, когда сказали, что, блин, айпады, это просто шоу. Офигеть вообще. Покиньте по айпаду, пацаны, получили. Вот это на норм, вот это действительно найс. Я думал, будет какая-то кепка типа. Классно. Турнир в общем закончился, победили, и предсказуем самые древние ютуберы по Бролстарсу. То есть, ну, это было довольно предсказуемо, потому что больше никто не знал, но особо много не играл в Бролстарс, но я думаю, мы еще все верстаем. Короче, в любом случае, это было прикольно, прикольный экспириенс. Я даже поучаствую. Были какие-то шансы, даже наверное. Это очень круто. Да, чувак. Я не могу сказать. Спасибо. Это было круто. Это очень круто. Так что, ну что же, ребят, второй день тоже подходит к концу. Не встретил я Илку, не смог взять интервью у Райана. Он мне говорил, чтобы я подошел чуть позже, но постоянно куда-то девался. Ребят, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Вы поняли, у меня осталось даже не одна, а несколько незавершенных миссий. Я обязательно постараюсь их завершить в следующий раз. Уверен, что в следующий раз точно настанет, если я буду снимать игры Supercell. А если вы будете их смотреть, то я их буду однозначно снимать. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я был в Хельсинки, лол, в офисе Supercell. Даже сейчас, вспоминая это все дело, монтируя это все дело, мне сложно как-то вериться, как будто было не со мной, как будто сон. С вами был Аурум. Всем удачи, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова